День Героев Отечества. Этот праздник 9 декабря отмечали по всей стране. Активисты движения «Волонтеры Победы» рассказывали о ветеранах войн и героях, прославивших страну в мирное время. Ивановцы – не исключение. В Доме национальности организовали встречу, посвященную памятной дате. Мы пригласили героев, кавалеров Орденов Славы, кавалеров Красной Звезды, чтобы они рассказали, как они пришли, заслужили эту награду, где участвовали, в каких войсках служили. И рассказали об этом нам. Участниками мероприятия стали не только волонтеры. Прийти сюда мог любой желающий. Собралось ребят, правда, немного – около 15 человек. Студенты, активная и любознательная молодежь. Все они пришли, чтобы увидеть настоящих героев и услышать истории подвигов. Вот эти герои, которые прошли Великую Отечественную войну, восстановили наше народное хозяйство, подняли нашу страну и передали ее нам. Вот сейчас мы пытаемся передать вам. И поэтому я убежден, что без патриотизма, без вот таких молодых людей, которые готовы оказать помощь бесплатно, вот по духу совести, по духу души, вот без них страна существовать не может. Сохранить память о подвигах – вот главная задача встречи. Генерал-майор Александр Ахлюстин помог ребятам представить события времен Великой Отечественной. Рассказал о бегущей через поле брани медсестре, о замерзшем насмерть мальчишке с гранатой, о погибшей девушке с рыжими волосами. Она была, наверное, ровесницей такой, как вы. Понимаете, потом эта девочка пошла в рядах действующей армии до Кенигсберга, получила медаль за победу, но до самой последней своей минуты она помнила ту девушку с рыжими волосами на белом снегу. И рассказывала мне, потому что это была моя мать. Здесь никто не перебивал рассказ и не задавал вопросов. Молодые люди слушали, затаив дыхание, ловили каждое слово. У многих на глаза наворачивались слезы. Сегодняшнее мероприятие позволяет нашим волонтерам и вообще, в принципе, другим людям, которые откликнулись на наше приглашение прийти сегодня, узнать историю наших героев, которых мы сегодня пригласили, и, может быть, как-то вдохновиться их поступками. На встрече также затронули важные темы, поговорили о труде, родине и патриотизме, современном молодом поколении. От героев ребята получили также полезные советы и напутствия. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.